Наш проект почему-то не понравился власти, может быть, это какая-то ревность, а может быть, действительно они испугались. Активисты, они, конечно, благое дело делают, пытаются информировать население, но мы в России живем, нам нужно соблюдать законы Российской Федерации. Честно, достали уже все наши профессиональные экологи. Лицензия обязательно для всех, если мы собираемся информировать, проводить наблюдения и по этим наблюдениям приставлять информацию о населении. Общая масса таких активистов, таких движений, они не борются между собой, хотя какая-то определенная ревность, мне кажется, присутствует. Общими усилиями в Красноярске набираются как минимум четыре портала, на которых красноярцы могут посмотреть, что происходит с воздухом в городе. А экологов, профессиональных и не очень, которые готовы рассказывать про то, чем мы дышим, еще больше. Параллельно они винят друг друга и в нарушении правил, и в применении устаревших методов, да, в общем-то, в чем только они друг друга не обвиняют. Вижу, что все государственные органы вместе с чиновниками ведут себя как маленькие дети, песочницы, у которых отбирают игрушку, и им кажется, что вот-вот кто-то их решит, их любимого мячика. Мы вообще не претендуем ни на чьи игрушки и не собираемся в этой песочнице сидеть. Игорь Шпехт, автор проекта «Красноярск. Небо», установил в разных районах города шесть датчиков. Они показывают концентрацию мелкодисперсной пыли, и эти данные доступны для любого пользователя интернета. Просто и удобно, но так делать нельзя, уверяют в среднесибирском УГМС. Лицензии нет, а значит, верить забавным смайликам с сайта нельзя. С тем же условием вы можете повесить туда пылесос, нацепить картинку, значит, нарисовать от руки картинку или красками ребенка попросить нарисовать 20 чего-то, там миллиграмм, например, и тоже повесить, вам пылесос будет показывать. Наталья Шленская, начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды среднесибирского УГМС. На балансе у ведомства восемь стационарных постов, установленных в 60-80-х годах прошлого века. Они измеряют 18 загрязняющих веществ. Отбор проб шесть дней в неделю четыре раза в сутки. Не отрицает, их оборудование не столь современно, зато лицензировано. Лицензию могут оформить и общественники, но делать этого почему-то не хотят, уверяют в ведомстве. Мы призываем общественникам, давайте с вами сотрудничать в плане того, что лицензия не проблема, но можно это с Росгидрометом договориться, оформить. Вы, главное, определитесь, средства ли это измерение, что оно показывает. Лицензия, разумеется, есть и у министерства, а еще есть шесть автоматизированных постов наблюдения. Они измеряют концентрацию 10 загрязняющих веществ в режиме онлайн. Есть две передвижные эколаборатории, а еще недавно закупили пять датчиков для измерения мелкодисперсной пыли. Это то, что замеряют датчики шпехта. Только датчики шпехта получаются неправильные, а у министерства правильные. В соответствии с законом наблюдение за загрязняющими окружающей среды может заниматься как юридическое, так и физическое любое лицо, но при наличии лицензии Росгидромета. Если есть желание общественности этим заниматься, мы ее только приветствуем, но при условии соблюдения именно законодательности. Я получил письмо о том, что деятельность по информированию населения об загрязнении окружающей среды является лицензируемой, поэтому я не могу ей заниматься, потому что у меня нет лицензии. Письмо из министерства получил Денис Горинов, автор проекта «Эковизор». Он создал приложение, в котором красноярцы могут в режиме реального времени узнавать об уровне загрязнения воздуха. Данные берет с сайта министерства экологии и перерабатывает их, но делать этого и ему нельзя. Лицензии-то опять нет. Представьте, мы собрались бы, например, в экологическую коллекцию города, потом, например, начались бы внутренние терки, сейчас бы мы обсуждали, не почему у нас там, или не как сделать небо чище, а почему все поругались между собой. Пока одни ругаются из-за систем измерения и лицензий на них, другие в очередной раз собирают красноярцев на митинг за чистое небо. Прошло полгода с первого пикета. Режим черного неба объявляется с завидной регулярностью. Вот активисты и решили то ли воспользоваться ситуацией, то ли и правда привлечь внимание к проблеме. Кто тут на самом деле беспокоится о чистом воздухе, а кто пиарится на нечистом воздухе, сейчас уже и не разберешь. А ведь работают и активисты, и госорганы над одним делом, да и цели они преследуют одни. К сожалению, в последнее время я наблюдаю, что люди уже пытаются застолбить с собой первое место победителя. А всех остальных рассматривают не как своих соратников, а как каких-то конкурентов. Не дай бог, когда начнут награждать всех причастных и непричастных, вдруг кто-то к нашей победе попытается сбоку прийти и наши заслуги к себе приписать. А побороться есть за что. Предстоящий год обещает быть насыщенным на политические события. Это и президентские выборы, и выборы губернатора, и в горсовет. А экологическая тема существенно добавляет политических очков. А они нужны как общественникам, так и госорганам, которые между собой договориться не могут. Екатерина Лукашенко, Виктория Лопатайта, Владимир Антонов, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК.